Представьте, что вы внезапно оказались в автобусе, кто привел вас сюда, зачем вы пришли, вы ничего не знаете, и вы наблюдаете очень жуткую атмосферу в автобусе, когда каждые 60 секунд одного случайного пассажира силой выводят из автобуса и убивают. Вы не знаете, когда придет ваш черед. Одновременно с этим в автобус приводят новых людей. Разумеется, вы чувствуете страх, потому что в любое время вас могут вывести и убить. И в подобной обстановке кто-то подходит к вам и говорит, перед тем, как вас выведут и убьют, вы должны изобрести что-нибудь в автобусе и оставить это новым приходящим людям, чтобы они помнили об этой вашей работе. И он показывает вам свое изобретение, которое он сделал в автобусе. Что вы ему на это скажете? Вы издеваетесь надо мной? И это есть тот вклад, который вы делаете ради моего спасения сейчас? Меня могут вывести в любое время. Если вы хотите помочь мне, то сперва решите проблему смерти, нависшей надо мной. Предположим, что вы не сказали этого, а прислушались к этому человеку и начали делать что-то для людей. И вы сказали то же самое новым пассажирам. Как вы думаете, принесло бы это пользу им, когда в любое время их могут вывести? Или это является самообманом для них и утратой драгоценного времени? Представьте, что в автобусе работает именно такая система. Поколения приходят и уходят, и никто не пытается подвергнуть сомнению систему и спасти себя и остальных. Вместо этого они готовы потратить 5 или 10 минут их жизни на какую-нибудь технологическую новинку, которая на короткий срок облегчит жизнь другим людям. И они надеются, что станут известными, что их будут прославлять на протяжении многих поколений. Мне кажется, что если бы репортер CNN пришел в этот автобус, он сделал бы репортаж с заголовком «Самая большая глупость всех времен». Мы находимся в гигантском автобусе, который вмещает 7 миллиардов людей. И в каждые 60 минут 10 тысяч человек покидают его. Люди с материалистическим менталитетом говорят, что они теряют свою жизнь. И в подобной ситуации современная потребительская система предлагает нам и учит нас работать над новыми открытиями, развивать науку, производить больше технологий для человечества. И, по их мнению, это является основным вкладом в развитие новых поколений и цивилизаций. Даже мы, мусульмане, тоже думаем таким образом. Пожалуйста, подумайте о человеке, который находится на грани жизни и смерти. И вы говорите ему, «Эй, дружище, возьми этот iPhone 14». Это наша помощь тебе, и ты должен создать iPhone 15 для нового поколения. Договорились? Является ли это вкладом в его спасение? Когда человек находится на грани жизни и смерти, все остальные планы становятся абсолютно неважными для него. Даже если он планировал провести большой концерт, даже если он играет в финале чемпионата мира по футболу, его единственное желание в этот момент — спасение от смерти. А есть кто-нибудь в этом автобусе, кому не угрожает смертельная опасность? Для какого пассажира в этом автобусе, в котором в каждые 60 секунд кто-то выходит и умирает, мы можем сказать, его жизни ничего не угрожает? Так же и в этом мире. Каждые 60 секунд случайным образом умирают 10 тысяч человек, независимо от того, являются ли они богатыми, бедными, молодыми или старыми. Тогда каким образом можно помочь людям? Именно по этой причине пророк Мухаммад, мир ему и благословение, внес самый большой вклад в будущее человечества. Он принес новое послание от владельца автобуса, и он показал нам совершенно иной путь. Он сказал, что те, кто покидают автобус, не теряют свою жизнь, как утверждают материалисты. А наоборот, они обретают вечную обитель, попадают в бесконечные места. То, что поглощает Земля, это не мы, а только наша материальная оболочка. Что касается наших душ, то они попадают в вечную обитель. Таким образом, он избавляет нас от страха потерять свою жизнь. Конечно, мы можем поговорить о доказательствах этого в других видео, иншаллах. Но мы должны четко понимать, что передача бессмертного послания Корана так же важна, как вода для человека, который умирает от жажды. Это первая помощь, которая должна быть оказана миллионам людей. И все остальные пожертвования должны идти после нее. Когда вы стремитесь к истине, когда пытаетесь сделать настоящий вклад в общество, вас могут обвинить в том, что вы не приносите никакой пользы в жизнь и благополучие людей. Да, возможно, вы никогда не получите Нобелевскую премию. Современная материалистическая идеология может не придавать никакого значения тому, что вы делаете. Она не даст вам титулов, не сделает богатыми. Тем не менее, вы, молодые мусульмане, не должны сдаваться и оставлять борьбу с идеей о конечности жизни, ведь вы обладаете светом Корана. Вы не должны смиряться с тем, что навязывают вам, ведь вашей обязанностью является возвещать об истинном бессмертии, и при этом вы не должны убивать всех подряд и быть марионеткой в чьих-то руках. Не ожидая ничего взамен, вы должны передавать свет Корана хотя бы одному человеку, освободив его или ее от страха перед смертью. Мне жалко Питера Тиле, поскольку он ищет бессмертие в материалистическом мире, который по своей сути является смертным. Однако я полностью согласен с его словами. Мы должны противостоять идеологии неизбежности смерти каждого человека. Да поможет нам Аллах донести до него и до всего мира, что Коран уже победил эту идеологию. Тебе, он не спасает мою жизнь. Я свободна! Я свободна! Я свободна! Знаешь что, теперь ты можешь изобрести что-нибудь полезное. Да ладно. Серьезно. Однако пусть это будет что-нибудь, что принесет пользу всем людям. Хорошо? Хорошо?